День на Думской. Начинаем работу в прямом эфире, как всегда, с понедельника по пятницу с 14 до 20.00 в режиме реального времени. Обсуждаем все самое важное и интересное в студии Никита Тарола. Елена Еремева, приветствую вас. Присоединяйтесь к обсуждению самых главных тем, которые были и на выходных в нашем любимом городе, и которые уже дают свою инерцию с самого утра. Мы говорим о некоторых вопросах, которые обсуждали на аппаратном совещании. Но прямо сейчас поговорим о том, что активисты в очередной раз появились на лонжероне и ломали там забор, который ограждает стройку, которая, на их взгляд, там производится не санкционированно. Димьян Ганул, лидер уличного фронта у нас в студии. Димьян, здравствуйте. Приветствую вас, Димьян. Посмотрим, как это было. Есть у нас, конечно же, сюжет, и более подробно после поговорим. Смотрим. 22 сентября в Одессе активисты ряда организаций пришли на пляж Лонжерон, чтобы остановить незаконное, по их мнению, строительство реабилитационно-оздоровительного центра дельфинотерапии. Среди тех, кто пришел разбираться за стройщиком, члены национального корпуса «Свободы», «Сокола» и других преимущественно праворадикальной группы объединений. Представители этих организаций сломали забор стройки и принесли выломанные секции ко входу в дельфинарии, после чего разошлись. Сама стройка не пострадала. В обществе с ограниченной ответственностью НЕРУМ, который является заказчиком строительства, назвали действия активистов вымогательством и запугиванием. Данные организации, прикрываясь национальной символикой, лозунгами «Во благо Украины» совершают противоправные действия, запрещенные законами нашей страны, с целью материального обогащения посредством запугивания и вымогательства у нас денежных средств в крупных размерах. Компания НЕРУМ в такое сложное для нашего государства время прилагает все усилия для улучшения качественного уровня жизни населения и повышения имиджа города, который является жемчужиной страны и туристическим центром, использует свои финансовые и материальные научные ресурсы. Однако упирается в непреодолимую преграду, которая не позволяет развиваться бизнесу в нашей стране. Члены патриотических организаций уже потребовали от НЕРУМа принести свои извинения за беспочвенные, по их мнению, обвинения и прекратить возведение объекта капитального строительства на пляже Ланжерон. Подчеркиваем, что данный строительный проект, как и выданные дважды Головановым градостроительные условия ограничения, нарушает генеральный план и план зонирования территории. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, мы требуем от НЕРУМ извиниться за клевету о вымогательстве денежных средств активистами и прекратить незаконные действия по возведению объекта капитального строительства на пляже Ланжерон. Итак, в этот раз на акцию собралось большое количество активистов с различных организаций. Расскажите, пожалуйста, ваше участие, каким было, каким образом вы решили, что это вам нужно, организации Народный уличный фронт, вернее. И принимали вы в предыдущих акциях участие? В прошлом не принимали участие, потому что, как мы видим, что, на жаль, мало что можно врятовать просто кувалдами или физической силой, без вилучения автилок, демонтажа и так далее. Ходил в прокуратуру с друзьями, с НЕК, с Устименко, чтобы привести почутки, чтобы остановить работу на час судовых расследов. Но это ничего не дало. И вот мы решили, в нашу организацию, долучиться до такой акции прямой дии. И еще раз, там строится отель, правильно? По-паперах, мае бути рядовая станция. Будуется отель, который порушает ряд законов, в том числе и водный кодекс, чтобы строить там меньше, чем 100 метров от воды. Не можно такие самые споруды, заливать бетон, тотальная опалубка и так далее. И поэтому это не нормой, в принципе, это не нормой по законам, но нормой именно в Одессе и в нашем сообществе. Невян, скажите, пожалуйста, вот была предыдущая акция, которую проводили без вас, без уличного фронта. Да, вы не были. Однако она, судя по всему, не принесла никаких плодов. Ее результат тоже… Дивите, насколько мне известно, вона была закрыта. Ну, вона планировалася быть… Ну, без анонсов робилась попередняя акция. И это делали с анонсами, чтобы долучить больше каких-то людей. Ну, это вийшло, в принципе. Но нужно понимать, что там… Ось мы читали там в сюжете, что там звинувачивают кому-то, что требуют какие-то дивиденды, еще что-то. Активисты. Мне таки невидимо, я особисто ни у кого ничего не вымагал. Пришел, потому что уже было, в принципе, нужно прийти, вона была открытой. Так вопрос, зачем, на самом деле, нужно было приходить, если вы видели, что есть часть уже этого объекта, с которого вы ничего не в состоянии сделать? Вот это залитое бетоном. Ну, смотрите… Очевидно же было, что акция ни на что не ориентирует. Я пришел, особисто, показать, показать, знаете, в певном плане показать зубы, показать певну силу, потому что тут уже начинается какая-то… Мы же понимаем, что перед этим там… было в ЗМИ, я не знаю, насколько это правдиво, разгоняли самим такий скрин, где там запрошивают хлопцев на работу, саме зі сторони Дельфинарии, зі сторони забудовника. И вот, нужно было показать, в основном, силу, правосильную, я не знаю… Показать силу? Ну, а вы как думаете на вашу работу? Нет, я у вас спрашиваю, Деми. Ну, я думаю, показали трешки, но я хотел бы, чтобы показали больше, но как вышло? Если показать больше, то это уже криминальная ответственность. Так, но у вас не было возможности никаким образом влиять на процесс, вы только инструктировали с помощью хлопцев. Я взагалі ничего не делал, там не порушивал, просто… был присутник именно на эти акции с хлопцами разом. Ну, эти ребята, о которых вы сейчас говорите, которые якобы должны были представлять интересы застройщика и принять участие в этой акции за определенное вознаграждение, ну, условно, да, мы так обрисовываем эту ситуацию. Вы таких видели? Ну, несколько бачил, но они находились в Дельфинарии. Ну, я же понимаю, вы же понимаете, что… Смотрите, какая там была ситуация в целом. Забудовник планував нанять тетушек так званых, чтобы дать, скажем так, силовый какой-то барьер, активистам и громадческим организациям. Но это были бы массовые застройщики, мы понимаем. На центральном пляже в городе Одессе были бы массовые застройщики, бейки, и не понимали, чем бы это закончилось. Потому что мы уже все доросли, и это не было бы как-то по-дитячому. И я думаю, что выдерживало керевство полиции, ну, они это знали, эта информация у них это дійшла, поспілкувалися с забудовником, что не нужно саме делать дестабилизацию в городе. И что полиция выполняет самую работу… Ну, то есть, я так понимаю, это ваше предположение, как складывались все… Ну, в сотни восемьдесяток оно и было. Хорошо. А во сколько вы прибыли туда, и во сколько уже начали собираться активисты? Где-то без двадцати дванадцатого. А полиция приехала раньше? Ну, конечно, так. Они всегда раньше приезжают. И при этом активистам удалось поразрушить именно забор. Забор они не мешали сносить правоохранительные органы активистам? Ну, ситуация не зрозумела. Ну, мне так тоже, как и вам, в принципе, тут… Мы не можем не зрозуметь, что была в головах полицейских и там в деяких активистов, чи в большинстве активистов. В селе туда через забор. Перше, как бы, перепонка самаясь до будильництва, где паркан. Паркан знесли, и потом, я не помню, какая-то там была конфликтная ситуация, и уже прибегли полицейские в шоломах. И уже дальше вообще не пускали. Мы же понимаем, что они приехали, там несколько автобусов полицейских, для чего они приехали. Если бы они не хотели мешать ничему, то они бы не мешали. Давайте поставим троеточие и присоединим к нашему разговору Андрею Кисловского, депутата Детского городского совета на телефонной связи. Андрей, добрый день. Добрый день. Да, интересуемся у вас лично, вы какое отношение имеете к строительству, о котором вот мы сейчас говорим? Это строительство возле Дельфинария, и все события, связанные с субботней, тоже хотим с вами обсудить. Наша компания является заказчиком данного объекта, строительством занимается подряд, подрядная организация, которые там представлены. То есть, вы можете предметно говорить на эту тему? Да, я могу, да. А что там планируют построить? Это расширение комплекса дельфинотерапии, который сегодня уже существует на пляже Лонжерон, и мы пытаемся сегодня удовлетворить те требования, которые ставят перед нами туристы, гости города. А если мы попросим более конкретно называть своими именами вещи, это что будет? Это какие-то будут номера, возможно, для реабилитации? Возможно, это будет часть этого здания, будет спасательная станция? Или это вообще будет спасательная станция? Вот конкретное назначение? Потому что вы сейчас говорите о том, что вот есть запрос, необходимо развиваться, а что, это не совсем понятно. Это будет комплекс, комплексный объект, и с номерами для реабилитации, и для прохождения определенных процедур, для столовой и ресторанов, в том числе и будет предусмотрено, предусмотрено будет вот такое вот определенное размещение, потому что действительно поста спасательной службы на всем протяжении нету, и он будет там тоже находиться, в одном из помещений запланировано захождение подобного объекта. Он будет небольшой, то есть там будет просто поста спасателей, вот и все. Который опять же будет содержаться за счет нашей компании. Ну, на ваш взгляд, никаких нарушений закона со стороны застройщика нет? Ну, конечно нет, абсолютно. Мы соответствуем абсолютно всем требованиям закона, который сегодня действующему законодательству предусмотрен, действующим законодательством предусмотрены, выданы все соответствующие разрешения, мы являемся землепользователем, земельный участок был давно нам предоставлен, в аренду, мы платим аренду оплату. Ну, суть наверняка, основная суть претензий активистов, это то, что строительство незаконно в связи с тем, что нарушает водный кодекс, и они, я не знаю, кто определяет по фундаменту, что там будет появляться, но комментарии дают активисты, вы можете сейчас оспорить, что это не похоже на то, что там будет спасательная станция. Станк будет строиться, как они говорят, что-то большое, называют это гостиницей. Пожалуйста, вот в этом ваш комментарий. Я хочу спросить вас, что вы привязались к этой спасательной станции? Почему? Разрешительные документы у вас, на каком основании были выданы? Мы так понимаем, что на строительство именно этой самой станции, разве нет? Да, конечно, нет. Есть проект, который предусматривает размещение а там объекта кетинотерапии, комплекс расширения. Так, ну смотрите, Демьян Ганну возражает. Вот соответствует сообщение. Почему там есть спасательная станция? Да, вот давайте у Демьяна Ганнула спросим, почему спасательная станция Демьян? Ну, смотрите, есть документы, которые публиковал самим забудовник, и неодноразово громадские действующие, самим эко-действующие, публиковали, что там будет станция рятовная. Но потом уже забудовник не приходит, что на самом деле там будет отель, там, коммерционная самая структура там для заработки костей. Где вы видели документы, что там будет спасательная станция? Покажите. Доброе, я их публикую. Где их можно посмотреть, кроме вашей страницы, на которой я публикую? Я же скажу, я бачил у экозахисников, у Никитина, начебто, если я не помиляюсь, паперы. Кажу, что бачил у Никитина, есть такой Юрий Никитин, у него паперы, а кто такой Юрий Никитин? Активист. Вот у вас будет час, вы сможете дизнаться там, знайте. И справа в том, что... В принципе, в принципе, не можно отримать... Не можно отримать паперы законным шляхом на строительство кількох метров от воды. Все. Не можно отримать, это безкорупционный схем, который вы сами здесь сделали. Это ваше предпущение. Мое предпущение на том, что вы купили еще тетушек, такими методами Януковича, которые не делают. И ваша дружба с Паном Кивалем, который я друг Путина. До вас есть много вопросов, поэтому давайте не будем поднимать все. Так, Андрей, после визита активистов уже отправились? Привели в порядок обратно забор или его снова сносили потом? Понятно, что после хулиганских действий многих людей, которые считали, нужно так себя вести, мы, конечно, собрали силы с духом и восстановили сегодня ограждение, которое было повреждено. Планируете продолжать дальше стройку? Да, конечно. А почему мы не должны стройку? А готовы к тому, что активисты вернутся на локацию? Ну, конечно, готовы. Как будете отражать атаки? Я думаю, что ни в одном цивилизованном обществе это не позволит. Например, в Европе нельзя поломать забор, объекты, на которых выдано все документы. Ваши досужие рассуждения, что это незаконное, мы там все купили. Ну, законодатель, кто-то смотрел, это честно наше допущение. И отделы говорят, отдел фантастики на втором этаже. Поэтому я не понимаю, а что плохого, что в нашем отеле, в нашем городе строятся гостиницы? Что плохого, что к нам идут туристы? Что плохого, что мы развиваем туристическую привлекательность? Такие законы, выброшенные законники, которые нужно спостерегать. Это единственное, которое принимает больше всего гостей из зарубежных стран. Я только не могу понять, когда вот проходила эта акция, сидело несколько туристов из Израиля, и они слушали нас, как такое возможно? Почему никто не действует? Почему никто не остановил? Ну, к слову, вы как оцениваете действия полиции? Все это на Майдане. На Майдане тоже были люди, которые на реагируют. На любом целях в обществе это недопустимо. Ну, ладно, это лично мою. Да, Андрей, просим еще небольшой комментарий по поводу действий полиции, как вы оцениваете их работу и все ли они сделали, как должны быть. Вы знаете, я только рад, что сегодня полиция достаточно была хорошо подготовлена, ну, не сегодня, а в пятницу, и она сразу же остановила поджог опалу, который планировали активисты там сделать, в том числе у Стименко и у каждой компании. Они принесли горючий смазочный материал и пытались поджечь опалу. То есть не просто там все течет, что поджечь. Скажите, пожалуйста, почему по вашему? полиция будет принимать, полиция, соответствующее заявление мы нам написали, но я думаю, что если человек что-то хочет поджечь или повредить, или уничтожить свою собственность, он должен ответить по закону. Почему полиция не помешала снести забор? А? Ну, значит, что сказать, действительно, я же говорю, если бы у нас нормально было отношение, сегодня монополия насил уже не есть только у государства. У государства это структура, которая должна иметь монополию насилу. Сегодня монополию насилу имеют разные структуры, активисты, националистического настроя, или просто активисты, или люди, которые так себя называют. Ну, по большому счету, для меня это просто хулиган. Все. Прикрываться розыграми там, идеи, там, какие-то идеи, ну, понятно, по-другому никак. Что, например, хорошего сегодня для города, для того, чтобы просто не отпугнуться с этого туристов, сделали активисты? Ничего. Я сейчас этот вопрос поломали. Сейчас попрощаемся с вами, задам этот вопрос с Демианом Ганнуловым. Ну, останавливаться мы не будем. Ну, побачили. Спасибо, Андрей, что готовы отвечать и готовы включаться в работу нашей студии на все вопросы. Да, да. Я все раз повторяю, что мы абсолютно открытый диалог, у нас все документы и все досужие мнения, которые сегодня там нельзя строить так близко. А как близко можно, а как близко нельзя. Все зависит от закона. Закон четко расписал, где можно строить, когда можно строить, в каком месте можно строить, в каком месте в каком нельзя. да. Потому что сегодня все, что выдано, все законно. И это, почему мы должны прислушиваться к мнению непрофессионалов, людей, которые не понимают, как правильно трактовать закон. и просто на их... Я понимаю, что эти люди одни и те же. Они против любого... Андрей, будем с вами... Да, будем заканчивать. Андрей, вы или представители застройщика, вернее, активисты у застройщика вымогали деньги, чтобы не появиться в качестве вот проведения подобной акции? Я могу вам ответить, что на меня там выходили мои помощники, которые вели какие-то переговоры с какими-то третьими лицами, которые предлагали за деньги решить вопрос не приходу к нам активистов. А какой с вами идет речь, Андрей? Я, к сожалению, не могу утверждать на 100%, что это не было провокации со стороны каких-то других. Потому что, наверное, если бы это было так, я бы был в этом уверен, я бы написал заявление в полицию, что сразу вымогают деньги. Но в этой ситуации мы это не сделали, потому что я был не уверен. Вы ни на какой контакт, на сотрудничество вот такого плана не соглашаетесь и готовы прямо сейчас сказать, что никогда не обращайтесь ко мне с такими вопросами? Конечно. Конечно, разумеется. А как можно пойти на такие условия? То есть, мы идем обычно можем пойти на любой диалог, пойти на Москве, рассмотреть какие-то предложения активистов, общественников, не знаю, можно что-то поменять в своем проекте, если там что-то нужно, сделать больше, шире, лужайки, все, что-то еще, я не знаю, какие-то услуги оказывать населению, бесплатно. То есть, мы готовы к диалоге, но к нам же никто не приходит. Нам приходят, угрожают, нам приходят, говорят, мы вас остановим, мы тут поломаем, мы тут все сожжем. Ну и вымогать деньги тоже никто не приходит, что тоже уже неплохо. Спасибо вам большое, Андрей Кисловский, депутат детского городского совета, был на телефонной связи. Ну, понятно, да, Демьян, у вас вызывали разные эмоции наш телефонный разговор с Андреем Кисловским, но все-таки я пообещал, задам этот вопрос, а что вы сделали для города? Особенно я? Ну, судя по всему, Ну, так, я смогу отказать, в принципе, так? Позавчера Качков врятував, я гулял собакою, якась, так, мы серьезные ребята, мы бы закончили сразу этот разговор. Ну, видний театр, я же все не могу вспомнить. Ну, мы говорим в целом уличный фронт, гражданская общественная организация. В целом, так. Едний театр уже, не знаю, несколько месяцев. Ну, прибираем, робим там лавки. Ну, вот у вас есть сейчас уникальная возможность призвать людей, присоединиться к вам, Да, чтобы 10-ти долучались, а каждую неделю мы працуем там с 11-ой и до 7-ой, бывает до 9-ой, там клумбы сделали, поливаем квитки каждый день. еще так мало людей у вас, у вас 10-15 человек там, ну, такое постоянное состояние. Десь 20-ть. Десь 25-ть. Но мы же понимаем, что люди працюют много, и в принципе, в организациях, если брать громадские, именно таких проукраинских, ноциалистичных, которые не заплямованы, а их мало в принципе, там не есть такая большая количество людей, чем в других организациях, которые там на зарплате и так далее держат людей. Поэтому, в основном, главная качесть, я считаю, а не количество. Согласен. Спасибо. Демьян Ганл, лидер уличного фронта, был у нас в гостях, принимаемся на короткую паузу и возвращаемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова